Украина экстрадировала итальянца, которого считают создателем одной из самых масштабных схем по отмыванию денег в истории Италии. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 180 млн евро. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в сентябре 2014 года. Итальянцы объявили Джузеппе Нікоси в международный розыск по линии Интерпола, а в середине апреля СБУ задержала уроженца Аппеннинского полуострова в нашем городе. Після передачи Италии викрадених творів мистецтва, дана подія стала черговим кроком до зміцнення Україно-італійського співробітництва між правоохоронними органами та дає підстави розраховувати на конструктивну позицію Італії у справі Віталія Марківа. Я напомню, що 1 июля стало известно о задержанні в Італії военнослужащего Нацгвардії України Віталія Марківа. Местные правоохоронители подозревают його в причастності к убийству итальянського фоторепортера Андреа Ракелли недалеко от Славянска в мае 2014-го года. Расследованием по делу о взрыве гранаты, от которого погиб подросток, может заняться военная прокуратура. Об этом сообщил ведущий консультант, начальник областной полиції Руслан Форостяк. По информации из собственних источников Седьмого канала, это связано с происхождением боеприпасов. Дома у одного из пострадавших подростков, который принес Ф-1, правоохоронители нашли целый арсенал. Гранаты, взрывчатку и патроны. Отец парня, бывший военнослужащий, полковник в отставке, который ушел со службы в штабе округа несколько лет назад. Напомню, что вчера, примерно в полдень, на Дальницкой 52 в квартире взорвалась граната. От полученных ранений 16-летний парень погиб на месте. Еще двое получили ранения. Украина отмечает столетие со дня создания первого украинского правительства. Сегодня Владимир Гройсман пригласил на торжественное заседание бывших премьер-министров нашей страны. Говорили об истории, проблемах и перспективах Украины. Торжественное заседание Кабмина по случаю столетия правительства открыл Владимир Гройсман. Он заявил, что борьба за власть помешала Украине отстоять свою независимость век назад. И пообещал не допустить этого снова. На превеликий жаль в той час втримати объединение не удалось. Багато было противореч в середині. Але якщо мы будем вірити в нашу перемогу, якщо мы будем вірити в нашу силу, якщо мы будем вірити в нашу державу, мы ніколи не дамо повторення тих уроків історії, які не дали можливість нам утворити нашу державу. На празднование столетней годовщини правительства Владимир Гройсман пригласил экс-премьеров Арсения Яценюка і Юрия Яханурова. Найкращая гарантия украинской безопасности – членство Украины в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. Для України чітко визначено її місце. Це місце в єдиній європейській сім'ї. Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала це можливості зробити. Также екс-премьеры пожелали Владимиру Гройсману справиться с реформами і повысить рейтинг України во всемирном списке. Олесі Повар, Олесі Татар, Юрий Юрченко, Седьмій канал. Одеський древопад продолжається. Вчера вечером в 100 метрах от городського совета рухнула большая ветка каштана. Она упала прямо на иномарку Hyundai Sonata. В результате у корейца помятый бампер, капот и решетка радиатора. К счастью, в результате никто не пострадал. Но я напомню, что это уже далеко не первый случай, когда падающие ветки разбивают автомобили в Одесі. Одна из пострадавших одесситок даже собирается судиться с городским советом из-за нанесенного ей ущерба. Играли и сломали спину. Два года назад Миша Черненко получил перелом позвоночника во время игры с соседским мальчиком. С тех пор они пытаются добиться справедливости, но недавно его мама узнала, что сама оказалась в статусе подозреваемой. Все подробности этой истории знает Наталья Костенко. Когда дети играют, мне как-то хочется тоже выйти, но я знаю, что нельзя. Потому что врач меня запретил бегать, прыгать. Два года назад Миша Черненко надели жесткий медицинский корсет. Серьезный диагноз – компрессионные переломы двух позвоночников грудного отдела. Мама ребенка рассказывает. Таким оказался итог детской игры. Моему ребенку сама позвонки, другой ребенок, Леонид Урманов, он относится к малолетним детям. И по нашему законодательству малолетние дети ответственности не несут. Якобы несут ответственность их родители. Ответственность невелика. Штраф 350 гривен. Но, по словам мамы пострадавшего ребенка, даже его соседи не заплатили. Два года она добивалась открытия расследования и судебного рассмотрения. Но как только дело передали в суд, Алла узнала, что сама является подозреваемой. Вдруг на меня завели уголовное дело. По статье 125. Умышленное избиение мамы мальчика, который сломал моему ребенку позвоночник. Сечкарь Елены. Вторая сторона конфликта уверяет. Избиение было. Два года назад. Тогда же и открыли уголовное производство. Но расследовать дело мешали обстоятельства. Оно сразу заведено. Оно заведено уже было два года назад. Но ситуация в стране, понятно. Никто не напрягал следователя. У меня какие-то личные. Есть родные, больные. Все. Оно все велось. Оно все два года назад было в полиции. Сегодня дело Миши, закрытое в 2016 году, снова вернули в производство. Правоохранители усомнились в диагнозе. Все это ведет один следователь. То есть, один и тот же следователь дорасследует дело по моему ребенку и занимается тем, что я якобы избила Сечкарь Елену, свою соседку. По словам Аллы, ее уже не раз вызывали на допросы в Приморский районный отдел полиции. Я им говорю, я не била, они мне говорят, била. По словам женщины, ей даже предлагали неофициально пообщаться с прокурором Приморской прокуратуры. Алла готова была решить конфликт без судебных тяжб, но теперь уверена, на нее давят, пользуясь связями в правоохранительных органах. Наталья Костенко, Роман Приемыхов, Седьмой канал. Одесский международный кинофестиваль в самом разгаре. Гала премьеры, ретроспектива, международный и национальный конкурс, мастер-классы, творческие встречи и показ украинского фильма, который долгое время считался утраченным. Все самое интересное из фестивальных площадок в сюжете Юлии Федоровой. Зеленый театр встречает самый ожидаемый киноперформанс ОМКФ-2017. Сегодня показывают забытый шедевр немого кино. Фильм «Небывалый поход». Долгие годы кинолента считалась утраченной. Ее нашли в украинском архиве документальных фильмов полтора года назад. Уникальная пленка значилась, как обычная кинохроника, без автора. Этот факт, на жаль, демонстрирует ту проблему, с которой мы пробуем бороться в центре Довженко, нашими проектами. Проблему беспамятства в украинской культуре, яку такими проектами мы далаемо. Фильм 1931 года. Его снял Михаил Кауфман, брат знаменитого Дзиги Вертова. Кауфман здесь и оператор, и режиссер. Небывалый поход, пропагандистский фильм, но очень талантливый. Кинопоказ под открытым небом проходит в живом музыкальном сопровождении. Аншлаг в первые дни ОМКФ собрал призер Каннского кинофестиваля, фильм американского режиссера Софии Копполы «Роковое искушение». Очередь заняла всю площадь у фестивального дворца. Когда фильм тебя вот так берет, и весь фильм все время просто несет тебя. Когда ты не разбираешь его на какие-то части, а он тебя просто захватывает, и все, и потом отпускает в конце. Именно зрители и определят, кто получит статуэтку «Золотого дюка». В международной конкурсной программе 12 фильмов. Гости и члены жюри ОМКФ уже увидели и оценили ровно половину из них. Система, по которой я там ставлю оценку, это сценарий, режиссура, картинка по операторской части и игра актеров. Первый фаворит – израильско-французская кинолента «Ни тут, ни там». Это драматическая история об арабских женщинах в консервативном обществе. Проблемы он поднял довольно высокого, глубокого уровня – семейные, любовные, гендерные. И он это все так преподал. Я шел, думал, это комедия, судя по трейлеру, а вышел с большим переосмыслением каким-то. Лидер зрительских симпатий – французско-бразильская кинолента Габриэли Гора. Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю путешественника, погибшего во время исследования африканского континента. Уже сейчас в картине пророчат победу на ОМКФ-2017. Юлия Федорова, Андрей Дьяченко, Евгений Руденко, Седьмой канал. И это была последняя информация в нашем выпуске. Прямо сейчас к эфиру готовятся мои коллеги Сергей Бандур и Ирина Рогозянская. После окончания выпуска новостей смотрите «Вечерный седьмом». Будет интересно. Ну а главные новости мы подготовим к эфиру уже к 18 часам. Тогда и встретимся с вами. Не переключайтесь и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова